Летом квас особенно пользуется популярностью. Спрос рождает предложение. На городских набережных, остановках и в парках его продают из бочек на розлив. При этом продавцы работают без перчаток. Находясь весь день на солнце, качество напитка вызывает сомнения. Мы отправили в лабораторию квас, купленный на улице и в магазине, чтобы сравнить, какой напиток не принесет вреда здоровью. Тот, что хранится в бутылке и находится в помещении, или же тот, что продают на розлив. В лаборатории специалисты в первую очередь провели физико-химический анализ. Определили уровень кислотности продукта. Кислотность не превышена в обоих пробах. Получилось в пределах нормы. Повышенная кислотность прежде всего может навредить людям, имеющим проблемы с желудком. Впрочем, не менее опасны для здоровья сладкие соки, газированные и энергетические напитки, которые так часто покупают астраханцы для утоления жажды. Вред очень огромный энергетических напитков, потому что все те вещества, которые в них находятся, это в основном синтетические. Таурин, кофеин, которые разрушают многие из систем человека. И нервную систему, желудочно-кишечный тракт. Вместо газировки, сдобренной химии, медики рекомендуют выбрать обычную воду. Но не ледяную, без газа и комнатной температуры. Пить достаточно жидкости, не меньше двух литров в день. И желательно теплую воду, чтобы не было проблем с горлом. Квас, если он натуральный, также, по мнению врачей, является хорошим жаждаутоляющим напитком. Но только в том случае, если продукт качественный и безопасный. Проверка химического состава проходит в лаборатории в течение трех дней. По результатам экспертизы двух образцов одного из магазина, другого из уличного варька, специалисты дали заключение. Бактерии кишечной палочки в образцах не обнаружено. Напитки соответствуют ГОСТу. Производители, как сказать, похвалить молодцы. То есть и показатели безопасности проходят. Особенно главный микробиологический показатель – это бактерии групп кишечной палочки. То есть не обнаружены. Ежегодно продукция астраханских производителей проходит экспертизу. После чего предприниматели получают декларацию о безопасности. Пока астраханские эксперты не зафиксировали ни одного случая несоответствия напитка российскому стандарту. Алтына Урумбаева, Руслан Асанов, Центр новостей.